Всем привет! Сегодня 23 марта. Я закладываю свой новый опыт по выращиванию баверии и триходермой в жидкой среде. Я уже проводил несколько опытов по выращиванию на перловке. Были у меня попытки сделать это на жидкой среде, но это было не совсем удачно. И сегодня я решил этот опыт повторить. Ну, давайте начнем первое с баверии. Как и в баверии, так и в триходерме здесь у меня подготовлена жидкая среда. Я развел в воде комплексное удобрение кристаллона, удобрение для растений, строго по инструкции, добавил чуть-чуть соли, примерно 1 грамм на литр и на литр четверть чайной ложки меда. Там содержатся простые сахара, это глюкоза и фруктоза. Что буду делать дальше? Я разлил в барочке, я не делал целые банки, здесь по 100 грамм, 100 миллилитров, наверное, правильно сказать, этого раствора, этой жидкой среды. И теперь я беру закваску Баверия Микс, которая у меня есть. Я ее уже немножко перетряхивал, скажем так, но еще раз встряхну. Здесь находится сама закваска, но такой объем производитель рекомендует, если это пересчитать, то будет один миллилитр. У меня есть, конечно, шприцы стерильные, но я уже не буду лишнего соприкосновения с предметами, поэтому я на глаз, как говорится, щедрой рукой постараюсь отмерить миллилитр, ну, либо чуть больше. Есть. Я думаю, что даже чуть больше, но в данном случае это закваска, это тот материал, из которого будет строиться гриб. И следующее я попробую, не знаю, насколько это получится, а вообще, насколько это корректно. И я попробую триходерму, которую мне прислал, это изолятор. Триходерму, которую мне прислал Павел Андреевич Стариков, молодой ученый из России. Это триходерма Вириде от Трихофлора. У меня есть здесь несколько зернышек, не буду уже считать, сколько, 10, может 8. Я их просто засыплю вот в эту среду. Сказал одно, сделал другое. Надо бы поменять надпись, а то я смотрю, что это у меня. Это триходерма. Ну, я, конечно, ошибся, это триходерма, не имею значения. Хорошо, следующее я беру Триходерма-микс. Так, это закваска. Вот, триходерма-микс. Так же встряхиваю. Открываю. Приоткрываю вот это вот. Чуть больше миллилитра, это точно. Все, это триходермы. Сейчас еще одну баверию. Сейчас спрячу это. И сюда добавлю зернышки у меня теперь в баверии. Там я припутал. Там у меня триходерма-микс. Все правильно. И сюда в баверию. Я засыпаю зернышки. Баверия. Глеовер. Все, теперь разобрались. Итак, у меня баверия триходерма-микс. Закваска. У меня баверия глеовер. Там, где есть зернышки. Зернышки, видно, плавают. Дальше у меня триходерма-микс от Тутагра. И триходерма-вириде. Вот зернышки плавают внизу. Посмотрим, что будет сегодня в 23-е. Продолжаю свой эксперимент по выращиванию триходермы и баверия на жидкой среде. Сегодня 26 марта. Первое. Это триходерма, которая получила... Сейчас переставлю банки. Первое. Это триходерма-вириде, которая была заселена при помощи перловки, на которую был нанесен изолят триходермы-вириде. Сейчас то, что я вижу, сверху белое образование. Возможно, это и есть грибница триходерма. Пока ожидаю. Если посмотреть вот с этой стороны, то или на просвет, то видна такая вот медузка, такое образование. Скорее всего, это и есть грибница. Второе. Это триходерма от Тутагра. Триходерма-вириде, которая была из жидкого препарата на жидкую среду. Ну, в данном случае, на данный момент видно некое зарождение медузки, какие-то тяжи такие есть, какие-то зарождения волокон. Больше ничего на данный момент нет. И второе. Это Баверия, которая также из двух препаратов. Первый препарат был на зерне. Это Баверия для Авер. В данном случае, вот видите, внизу лежат зернышки. Сверху появились такие белые образования. У меня, если посмотреть на просвет, то видна некая-то уже медузка. Там тяжи какие-то. Ну, я предполагаю, что это грибница, мицелий. Но уже сверху есть белые такие образования. И Баверия, Микс, Артутагра. Ну, пока, честно говоря, просто прозрачная жидкость. Ну, насколько это возможно, прозрачная. Плавает какое-то такое небольшое там вкрапление, которое было добавлено именно из баночки с препаратом. Поглашаю эксперимент. До следующей встречи. Сегодня 1 апреля. По-прежнему 24-й год. И сегодня, наверное, подведу итог своему эксперименту по выращиванию Баверия и Триходерма в жидких средах. Итак, перед вами первый образец. Это Баверия Микс, выращенная из закваски. Ну, как вы сами видите, сейчас увеличу. Очень хорошо вырос аспергилл желтый. И вырос пеницилл. Иных здесь включений, честно говоря, не вижу. Ну, по крайней мере, Баверию я здесь не наблюдаю. Второй подопытный. Тот же самый раствор. Это Баверия Глюавер. Как видите, сверху выросла Баверия. Это то, что я выращивал из зернышек. Все выросло. Никаких иных включений нет. То есть, это говорит о том, что я брал один и тот же питательную среду. Одну и ту же. Разлил их в 4 банки. Здесь вырос аспергилл. Здесь выросла Баверия. То есть, говорить о том, что я занес сюда что-то специальное, наверное, неправильно. Следующая это пара триходерм. Первая триходерма Вилида. Здесь уже давно наросла триходерма. Наросла уже таким хорошим ковром. И уже, наверное, мицелий сверху растет. Это я буду использовать дальше для проращивания уже на перновке, возможно, в большом герме. И следующая триходермомикс от Тутагра. Как вы видите, также наросла триходерма. Значительно медленнее, конечно, чем в предыдущем, но наросла. Это говорит о том, что триходермомикс от Тутагра действительно имеет триходерму в своем составе. Как видите, других включений грибов нету. Что тоже еще раз подтверждает, что среда достаточно стерильная и годная для выращивания триходермы. На этом я закончил свой опыт. Если подводить краткий итог, то могу сказать, что в жидкой среде наращивать препараты можно. Если брать чистые препараты, изоляты, то наращивание происходит очень быстро и дружно. Ну и удивил, приятно поразил от Триходерма от Тутагра. Здесь триходерма есть. Баверия Микс это уже не первый опыт. Там ничего кроме... У меня ничего кроме желтого аспергила и пеницила вырастить не удалось. Что на жидкой среде, что на перловке в разных вариациях. На этом я заканчиваю свой ролик. Никого ни в чем не обвиняю. Лишь показываю свои результаты своих экспериментов. Никого не призываю покупать или не покупать тот или иной продукт. Но надо знать, что хороший препарат можно вырастить только из выделенного изолятора. Это мое личное обвинение. И итоги моих нескольких опытов. На этом всем большое спасибо. Всем пока-пока. Продолжайте смотреть мои ролики. А я буду продолжать разводить биопрепараты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok